МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале ТВ-сфера программа «Городские новости». В студии Анна Медведева. Здравствуйте. Сегодня в ДНР отмечается особая дата – День государственного флага. Во всех уголках республики по этому поводу прошли тематические мероприятия. Правда, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, поздравления с праздником и номера художественной самодеятельности, вошедшие в праздничный концерт, можно было увидеть только в интернете. В этом году по известным причинам празднование Дня флага проходит в режиме онлайн. Интернет пестрит открытками, поздравлениями, фотографиями, различного рода видеороликами, где жители республики, в том числе, конечно, и харцизяне, читают стихи, поют песни, присоединяются к тематическим флешмобам по типу того, что появился сегодня утром в социальной сети ВКонтакте на страничке отдела молодежи городадминистрации. К жителям Иловайска с приветствием обратился глава городадминистрации Руслан Дудников. Активно поздравляют республику с праздником и самые маленькие ее жители. Например, на странице управления образования можно увидеть десятки фотографий, на которых школьники города демонстрируют подделки, собственноручно изготовленные специально ко дню флага. Размещают фото с триколором, читают стихи. Наша сегодня задача – традиции не растерять. Прошлое, чтоб удача не повернулась вспять. Флаг – это символ отчизны, гордость ее и честь. Это для всех святое, и у меня он есть. Как всегда в этот день поздравили жителей города и сотрудники городского дворца культуры, разместив на своей странице два тематических видеоролика. В этом бою я стою, я эту правду спою и покиняю свой уран своего государства. Посещение кинотеатров, театров, музеев, библиотек, концертных организаций, клубных учреждений в ДНР с сегодняшнего дня разрешено лишь при условии заполнения не более 50% посадочных мест и наличия у посетителей соответствующих документов. Подробнее о новых правилах – далее в сюжете. Режим повышенной готовности на территории ДНР действует с весны прошлого года из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Месяц назад противовирусные меры были несколько ужесточены в связи с ростом заболеваемости. В частности, был усилен контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в общественных местах и транспорте. С сегодняшнего дня жителям республики стоит приготовиться к новым ограничениям. Согласно указу главы ДНР, с сегодняшнего дня в республике запрещено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных, выставочных, просветительских и иных подобного рода мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, в развлекательных центрах и на аттракционах. Запрет не распространяется на посещение кинотеатров, театров, музеев, библиотек, концертных организаций, клубных учреждений при условии заполнения посадочных мест не более 50%. В указе также уточняется, что попасть на кинопросмотр или концерт можно будет лишь при наличии у посетителя одного из трех документов, а именно справки о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19, выписки о перенесенном заболевании, вызванном COVID-19, либо свидетельства о наличии отрицательного результата ПЦР-теста, дата выдачи которого не должна превышать трех календарных дней. Предъявление всех этих документов пока не обязательно при посещении заведений общепита, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров. Ничем не ограничены также занятия спортом на свежем воздухе и проведение уличных ярмарок. Также документам запрещается пребывание в общественных местах детей до 14 лет без сопровождения одного из родителей. И еще раз об ужесточении противоковидных мер. Согласно указу главы ДНР с сегодняшнего дня, какие бы то ни было массовые мероприятия в республике под запретом. И все же это не локдаун. В Харцизке работает общественный транспорт, детские сады, магазины, учреждения и предприятия. А чтобы не поддаться коронавирусной депрессии, врачи рекомендуют занятия физкультурой, здоровый полноценный сон и прогулки на свежем воздухе. Для прогулок на свежем воздухе Харцизский парк культуры и отдыха – самое подходящее место. Здесь на клумбах все еще цветут розы, бархатцы, а деревья медленно, словно нехотя, расстаются со своим золотым нарядом. Впрочем, законы природы незыблемы. И вне зависимости от нашего желания – это, как сказал классик, унылая пора, от чьей очарование уже вскоре завершится, и городской парк неизбежно погрузится в зимнюю дрему. Пройдет каких-то пару недель, и вместо разных оттенков желтого, красного и зеленого на аллеях парка будут преобладать серые тона, особенно после окончания ставшего совсем коротким светового дня. В вечернее время освещать парк должны десятки фонарей. Поддерживать их в исправном состоянии – обязанность Харцизского горсвета. Сегодня одна из бригад коммунального предприятия работала на центральной аллее. Выполняем работу в парке по заявке парка. Равняем опоры. Была задействована техника «Вышка» 12 АГП и «Бур» 150. Бурили возле опор дьямы, выравнивали опоры, бутовали и проводили монтаж кабеля. Мощные деревья, дающие тень и прохладу жарким летом, не должны угрожать целостности линий электропередач. Для работников горсвета это аксиома. И чтобы не допустить аварийных ситуаций, сегодня вторую половину рабочего дня бригада горсвета посвятила обрезке нависающих над проводами и светильниками веток деревьев. В конце концов, у искусственного освещения парковых аллей есть свое, пусть и несколько урбанистическое, очарование. Вчера в республике состоялось одно из главных спортивных событий года – легкоатлетический пробег осень Донбасса. 45-й по счету старт, проходящий в условиях сложной эпид-обстановки, потребовал от участников пробега наличие не только воли к победе, но и специальной справки о состоянии здоровья. За тактической борьбой стайеров на дистанции наблюдала Валерия Утинова. Донецк, Макеевка, Харциск. Такой маршрут вчера преодолевали участники традиционного легкоатлетического пробега осень Донбасса. В юбилейном 45-м марафоне в забегах на дистанциях 30-10 километров приняли участие более 100 спортсменов различного уровня подготовки из ДНР, ЛНР и Ростовской области. И это при том, что организаторы мероприятия из-за усложнившейся в последнее время эпид-обстановки до последнего ставили проведение мероприятия под вопросом. По сравнению с годами довоенными, конечно, это не так массово. А вообще-то, по сравнению с тем, что у нас уже было до этого, это хороший результат. Я думаю, он будет увеличиваться. Ну, сами понимаете, что из-за коронавируса сложности со справками. Мы ставили очень жесткие условия, что обязательно наличие справки о здоровье, потому что не все могли его предоставить. Лидеров забега наша съемочная группа встречала в Макеевке. В хорошем стиле и с существенным отрывом от соперников бежал Денис Нагула из Зугресса. В момент преодоления подъема на путепроводе силы стаера иссякли, и его обогнал дончанин Игорь Бутяев, который с результатом 1 час 56 минут стал абсолютным победителем осени Донбасса на дистанции 30 километров. После 20-21 километра было желание сбавить темп, потому что бежали плотная группа из пяти человек. Первый человек был где-то, наверное, за километр впереди нас, он со старта рванул сильно далеко. И, в принципе, было большое удивление, хоть и терпел этот, большое удивление было, когда перед горкой при вбегании в Харциск увидел, что первый, который бежал, он уже очень медленно еле добегал. И вот тут уже окрыленные силами побежал. Ну, еще немножко, конечно, помогает то, что лидеры на 10 километров бегут немножко, и хочешь не хочешь, ты визуально за ними пытаешься удержаться. Хотя темп явно выше, чем планировался. 45-я осень Донбасса стала победной и для Анастасии Садливской, воспитанницы заслуженного тренера Украины и автора самой идеи популярного нынче забега Николая Шаповалова. Настя уже в пятый раз бежала дистанцию 10 километров. Особо мы так не готовились к нему. Ну, конечно, я побегивала там в тайне тренера кроссы, но это было довольно-таки редко, потому что в основном я тренируюсь теперь у другого тренера. И мы там готовимся к более к спринтерским дистанциям. Конечно, у него упросила бежать эту десятку. Ну, это же, конечно, на другие тренировки, но мы, как я говорю, еще так и не готовились. Просто Таня от него там два раза в три бегала в неделю. Побежала, говорю, потому что как? Ну, как десятка и без меня? Это как моя традиция уже собственная. Легкоатлетический пробег «Осень Донбасса», родившийся в далеком 1976 году, для спортсменов нашего региона всегда был чем-то большим, чем обычное соревнование. И для многих, как, например, для идейного вдохновителя донбасского марафона Николая Шаповалова, стал традицией, которой просто невозможно изменить. Поздравляем всех, кто добежал до заветной финишной черты с очередной победой над собой. Призеров «Осень Донбасса» с отличным завершением легкоатлетического сезона. А Николая Васильевича Шаповалова с успешным завершением 45-го этапа его беспримерного забега длиною в жизнь. Как бы ни складывалась ситуация вокруг вас на беговой дорожке или в самой жизни, не теряйте присутствие духа на длинных дистанциях. И до встречи на канале ТВСФЕРА. 26 октября 1977 года состоялась премьера фильма «Служебный роман». Лирическую комедию о непростых отношениях внутри коллектива некого статистического управления посмотрело 58 миллионов человек. Кроме полюбившихся зрителю актеров, часто снимающихся у Эльдара Рязанова, таких как Андрей Мягков, Алиса Френдлих, Олег Басилашвили, в картине снимался еще один персонаж, которого обошли упоминания в титрах. И который тоже мог бы похвастаться участием в съемках таких фильмов, как «Бриллиантовая рука» и «Семнадцать мгновений весны». Если бы мог говорить. Речь идет о бронзовой фигуре Пегаса, с которой в служебном романе носится новосельцев. Выпавший во время съемок фильма 25 сентября 1976 года «На зеленые еще деревья снег» было решено непременно снять. Кадры каприза природы стали прекрасной подложкой для песни на стихи Эльдара Рязанова. «У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать, дождь ли, снег, любое время года надо благодарно принимать». 26 октября над нашим регионом господствует антициклон, который обеспечивает нам безоблачную тихую погоду и, как следствие, ночные заморозки. Днем воздух прогреется до 7 градусов, южный ветер 2-4 метра в секунду, ночью ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду, температура воздуха минус 2 градуса. Субтитры подогнал «Симон»!